200 дней и ночей героизма, отчаяния и мужества, как 200 ступеней, которые ведут к вершине Мамаева кургана. Здесь с 42-го по 43-й решался исход войны. Там, где когда-то звучали пулеметы и взрывы от снарядов, расположен грандиозный мемориальный комплекс. Участники автопробега в буквальном смысле прикоснулись к живой истории. Здесь сохранились здания, которые пережили бомбежку. Говорят, эмоции зашкаливают. Осталась какая-то энергетика, я думаю, еще с войны, которая оказывает давление на тебя сверху. Просто реально видишь, а не то, что даже, а мемориалы, созданные людьми. То есть здесь остались те памятники, которые указывают именно на то прошлое. То есть есть целые здания с военных времен, на которых остались следы от снарядов. И вот именно это там уж и на времени, которое переносит в то прошлое, именно во время войны. То есть и очень тяжело. И поражают те факты, то есть когда ты слышишь, что за один день здесь погибало порядка 7200 человек. Эмоции, конечно, у детей были взрывные, особенно у Полины. Возле вечного огня ребенок просто рыдал на взрыв. Наверное, вся группа слышала, и не только группа. Что вот ребенок проникся вот этой вот болью, потерями, смертями. Что вот вокруг столько надписей было погибших. У самой вот тоже она плакала, и у меня у самой слезы текли. На Мамаевом кургане участники автопробега провели весь день. Осмотрели площадь героев и скорби, зал воинской славы и, конечно, одну из самых высоких статуй в мире. Родина-мать зовет. Она почти в два раза выше статуи свободы в Нью-Йорке. В Сталинградской битве сражалось очень много сибиряков. Большинство фронтовых историй, которые присылали жители нашего края, связаны именно с этим местом. В память о погибших героях участники автопробега возложили цветы. Вспомнила своего двоюродного деда, который воевал в Великую Отечественную и дошел до Берлина. Полностью я эту историю не знаю, но я знаю, что это было. Он дожил до наших времен, недавно он умер. То есть вот это я перед собой видела, картинка. Как молодые они шли, земля горела под ногами. Все это тяжело. Мы проходили экскурсии, мы чтили память, собственно, тех погибших красноярцев, ради которых мы ехали в этом направлении. А после того уже, как стемнело, нам удалось проплыть по Волге. Это буквально была часовая экскурсия для того, чтобы посмотреть на эти же места, но уже со стороны реки. Экскурсии по местам памяти ждут наших участников и в других городах автопробега. Все это мы обязательно покажем нашим телезрителям в вечерних выпусках новостей. Не пропустите. И не забывайте, следить за экипажами Сибиряков онлайн можно на специальном сайте автопатриоты.рф. Ольга Тишенина, новости. Продолжение следует...